МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы юные жители города чувствовали себя комфортно, дизайнеры, строители и администрация дошкольного учреждения совместно создают для них современное и безопасное пространство. Все вопросы от оснащения до благоустройства, они обсуждаемы. Это касается и, как мы уже говорили, парковки для детских колясок, для самокатов, для велосипедов. Также мы обсуждали в части озеленение, устранение некоторых деревьев, которые уже, скажем, находятся в аварийном состоянии. Очень отрадно, что услышаны наши комментарии по поводу детских площадок. Соблюдение сроков ремонтных работ проверил глава округа Андрей Иванов и пообщался с местными жителями. У нас финальная точка здесь, когда? Мы с вами будем завершить работу в конце июля, пожалуйста. Ну, что у нас сейчас... Еще раз, в конце июля у нас выходит строительство. Дальше мы начинаем мыть. Мыть, комплектовать. Что-то мы где-то рифтовать, мы бельгушем. Это на этом идет висямка. Ну, где-то так примерно. Понятно, то есть можем пообещать родителям, что в сентябре дети уже здесь окажутся, когда вернутся с конец. На объекте задействовано 36 человек. Параллельно ведутся работы по внутренней отделке помещений и облицовке фасада здания. До завершения капремонта остается месяц. В ближайшее время мы завершаем работы по инженерным системам. Заканчиваем электрику, слаботочку, сантехнику. Также мы планируем в ближайшее время закончить работы по благоустройству. Это у нас установка теневых навесов и установка мафов. Резиновое покрытие травмобезопасное. Обновленное здание будет соответствовать современным стандартам по отделке, функционалу и оснащению всех помещений. На прилегающей территории обустроят спортивную площадку и дорожки. Разместят пять игровых веранд и освещение. Установят камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.